Здравствуйте, уважаемые телевизор! В прямом эфире программа «Снак вопроса». Еще 15-20 лет назад Нальчик имел славу всесоюзной здравницы, а постперестроечное время не добавило популярности нашему региону, к сожалению. И теперь руководству нашей республики приходится прилагать массу усилий, чтобы вернуть курортам Нальчика былую славу. И за последние несколько лет санатории в столице республики стали лучше заполняться. А в условиях конкурентной среды в регионе приходится осваивать новые методы лечения, предлагать более широкий спектр услуг населению. И сегодня в прямом эфире о возрождении курортов мы будем говорить с генеральным директором санатория «Маяк» и заслуженным врачом Кабардино-Балкарской республики Галиной Мамаевой. Здравствуйте, Галина! Здравствуйте! На этой территории когда-то располагалась дача Федора Шаляпина. Сюда приезжали именитые гости со всей России. В 2004-м было принято решение о реконструкции и капитальном ремонте здания с обязательным сохранением архитектурного облика. Практически сразу после открытия «Маяк» стал победителем конкурса «100 лучших товаров России», а по итогам 2006-го удостоен премии главы КБР в области качества. Таких успехов удалось достичь в первую очередь за счет сервиса и отменного обслуживания. Персонал подбирали крайне скрупулезно, обращая внимание не только на наличие квалификации, но и коммуникабельность и ответственность. Сегодня учреждение может принять до 120 человек. Здесь трудятся специалисты в области неврологии и эндокринологии, терапевты, кардиологи и ортопеды. В санатории принимают пациентов с болезнями почек и мочеполовой системы, лечат от бесплодия. Медики используют современные методы врачевания, новые достижения в больнеологии и курортологии. При необходимости здесь можно получить консультации узких специалистов. В комплексном лечении больных используют уникальные природно-лечебные особенности края. Специально для удобства отдыхающих к зданию подвели минеральную воду. С учетом предложений спектр услуг постоянно расширяется. Несколько лет назад впервые в Кабардино-Балкарии провели классификацию лечебно-профилактических учреждений. Маяк получил три звезды. И на этом сотрудники санатория останавливаться не собираются. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Пожалуйста, звоните нам, задавайте свои вопросы. Наши гости, все, что вас интересует о санаторно-курортном лечении в нашей республике и за пределами, конечно же. Галина Магомедовна, вот очень приятно было сейчас посмотреть этот ролик о вас. Вот в такое время сохранить, не только сохранить базу, материально-техническую базу санатория, но и приумножить это, и создать вот такой достаточно комфортный, такой вот современный, такой тип учреждения, наверное, было нелегко. Как вам это удалось? Вы знаете, честно говоря, вот сейчас я думаю над этим и задаю себе вопрос. Смогла ли я это сделать сейчас? Путь становления был очень нелегкий. Санаторий отреставрировали. Очень красивое здание. Это архитектурный памятник нашего города. Это имение графа Долинского. На территории даже имеется вот могила управляющего, за которым мы ухаживаем этого имени. Путь становления был достаточно короткий, потому что время требовало это. Санаторий отремонтированный, красивый, чистый, но он был совершенно пустой. Надо было закупать мебель, закупать оборудование, нанимать людей, которые будут убирать это все. И в конце концов уже нанимать кадры специалистов, которые будут работать достойно. То ли в шутку, то ли всерьез, ваши сотрудники мне рассказали, что когда вы заступили на эту должность, кроме вас в санатории было еще 4 единицы. Это 4 охранника. Это так? Да, это все верно. Значит, первые мои работники, это мои друзья, охранники. Действительно, значит, я наняла вот этих людей, которые охраняли вот это все имущество, которое я завозила, закупала, брала в долг. Очень помогли мне мои друзья, родственники, очень много хороших людей, совершенно незнакомых, которые поверили в меня. Честно говоря, это даже удивительно в наше время. И все давали в долг. И в течение трех месяцев вот это шел процесс. Полностью, значит, я оснастила весь санаторий, закупила оборудование. Параллельно я строила свою котельную. Это была мечта моя давно. Видя, в общем-то, неполадки в центральном газоснабжении. Да и для экономии средств, наверняка. Естественно, естественно. Вы знаете, мы делали как-то сравнительный такой анализ. Значит, то, что мы заплатили, когда мы месяц только пользовались централизованной котельной газоснабжением, скажем так, где-то мы заплатили 4-5 раз больше, чем уже имея свою собственную котельную. И вот через три месяца я набрала полный штат работников, получила лицензию в Москве на медицинскую деятельность, зарегистрировала во всех органах, как положено. И вот, как сейчас помню, это день рождения маяка, 5 января 2005 года. Выиграла конкурсы, и мы приняли первых наших отдыхающих. Очень хорошо. У нас есть первый звонок. Алло, мы вас слушаем. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый. Можно узнать стоимость путевки в вашем области? Спасибо. Не совсем. Стоимость путевки в СНАКОРе спрашивают. Ну, в среднем стоимость где-то 1300-1400 рублей в сутки. Это включает в себя проживание, четырехразовое питание и лечение. Жителям нашей республики мы делаем 15-процентную скидку. Значит, минус 15% от названной суммы. Значит, кроме жителей нашей республики, у вас еще есть отдыхающие и желающие поправить свое здоровье из других регионов России, я так поняла? Вы знаете, к сожалению, жители нашей республики, как раз-таки они в меньшинстве получаются. В основном, значит, у нас оздоравливаются и принимают профилактическое лечение. Это жители многих регионов нашей России. Это Хабаровский край, Ульяновская область, Новгородская область. Значит, приезжает из Тамбов идет, приезжает из Томска, Омска. А вот как вам удается связаться с такими регионами и получить отдыхающих со всей России? Значит, в первую очередь, это благодаря тому, что мы участвуем в аукционах, в конкурсах. И зачастую к нашей радости, к нашему счастью мы это выигрываем. И благодаря этому люди приезжают к нам. Честно говоря, первое время с опаской. И очень приятно то, что вот руководители многих ведомств, вот допустим, вот такой пример я приведу, руководитель комитета социальной защиты Волгограда, мы выиграли конкурс. Он сам приехал, пожил у нас там несколько дней, убедился, что все у нас хорошо, спокойно. И после этого только, значит, стали заезжать к нам люди из Волгограда. Понятно. Это очень хорошо, если руководитель так вот беспокоится, конечно, о своих людях. Да, конечно. А вот жителей нашей республики вот мало. Как вы считаете, это вот ценовая политика? Может быть, их цены не устраивают или есть какая-то другая причина? Как вы думаете, не хотелось бы больше своих людей, допустим, вот если есть какие-то связи с Минздравом, с Минсоцразвития? Или не получается пока? Вы знаете, ну, может быть, это слишком дорогая стоимость для жителей нашей республики. А вот курс лечения, восстановительного лечения, сколько дней? И вот поэтому мы пошли на короткие курсы лечения, именно в основном для жителей нашей республики. Значит, раньше, значит, это было 24-21 день. Сейчас, значит, мы делаем, так как мы имеем свою собственную базу, мы можем это себе позволить ежедневно проводить какое-то лечение. Значит, это может быть 14 дней, может быть 15-16 дней. И за этот короткий срок времени они получают очень-то полный курс лечения. Галина, а какой спектр услуг вы сегодня предлагаете? С какими заболеваниями могут к вам обратиться люди, чтобы поправить свое здоровье? Значит, здравница у нас многопрофильная, поэтому многие заболевания мы лечим. Это, значит, заболевания в первую очередь, мы акцент делаем на этом, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов пищеварения, мочеполовая система, органы опоры и движения, вот хондрозы, заболевания суставов. В общем-то, многие заболевания. Внутренние заболевания и опорно-двигательная система. Да, да, да. В принципе, то, что, к сожалению, наиболее распространенное. Да, конечно. И у нас есть очередной звонок, Алло, мы вас слушаем. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Бесплодие лечит и как лечит, можно знать? Спасибо. Бесплодие лечится у вас? И как лечит, какие методы лечения? Вы знаете, да, мы занимаемся этой проблемой, занимаемся этой проблемой, значит, здесь идет консультация уролога и гинеколога, значит, двух супругов, значит. И, ну, это слишком такие интимные процедуры, я не буду говорить обо всех процедурах, но здесь основное лечение, базисное лечение, значит, это лечение минеральной водой в той или иной форме и лечение грязью. То же самое в той или иной форме. Значит, обследуется как будущая мама, так и будущий отец и принимается уже такой комплексное лечение, да? Да, да, да. Хорошо. Вот скажите, пожалуйста, Галина, вот вы специализируетесь вот только на взрослом населении или же как другие санатории, вот в Нальчике принимаете сезонно детей на период там летнего отдыха, оздоровлением детей не занимаетесь? Да, мы занимаемся оздоровлением и детей. Это вот последние два года мы этим занимаемся. Это дети из Северной Осетии, которые проходят у нас лечение в течение всего летнего периода. И плюс у нас есть путевки, мать и дитя, ну, в основном это тоже жители Северной Осетии. Вот, очень, кстати, очень много благодарности от родителей, и они писали и президенту Северной Осетии, и мне звонили, говорили даже нашему президенту. Вот скажите, вот независимо от того, что там было раньше советское время, потом вот постперестроечное время, вот разрушились там все эти связи, санатории Каффминвод всегда и раньше имели хорошую репутацию, они и сейчас имеют такую же репутацию. Вот скажите, с чем это связано на ваш взгляд, почему у нас были вот эти связи чуть-чуть разрушены, и сегодня можете ли вы составить конкуренцию с санаторием Каффминвод, Кисловодской, Сентуков? Так, разрушены были, как я считаю, да, все-таки это связано вот с некоторыми негативными явлениями в нашей республике, к сожалению великому. Это имело главное значение. Вы имеете в виду 13 октября, конечно, но, будем говорить, что не только в нашей республике, Кавказ весь был неспокойный. Да, к сожалению, вот я считаю, только с этим связано, это первое. А во-вторых, насчет конкуренции, честно говоря, многие говорят, отдыхающие, которые были в санаториях Каффминвод, что у нас никак не хуже, если не лучше. Поэтому, я думаю, любую конкуренцию мы можем составить. Вы такой же спектр услуг предлагаете, там, вот ванны, грязи, там, больные улечения, там, какие-то неравные лечения. В принципе, да, вот эта базисная терапия, она практически у всех одна и та же, да. Вот эти курортные факторы, одни и те же. Вот. У нас может быть немножко меньше, чем в каких-то навороченных санаториях, но, как сказано было, мы на этом не собираемся останавливаться. Санаторий развивается, как и развивается вообще наш курорт. Да, безусловно, в последние годы. Да, конечно, совершенно иной статус курорт приобретает. Вы знаете, за много лет, вот сколько я помню курорт, сколько времени я работаю, вот первый раз за много лет, значит, наш курорт стал членом национальной ассоциации, курортной ассоциации России. Это вообще дорогого стоит. Дальше вот последняя такая новость, значит, каждый год проводится международный такой форум, здравница, ну, такого-то года, да, значит, здравница 2012 будет проводиться в городе Нальчике в мае месяце. Это, наверное, заслуга курортов Нальчика? Вы знаете, в первую очередь, естественно, это заслуга руководителя нашего курорта Нальчик, это Каскулава Владимира Фуадовича, который работает совершенно недавно, но как он пришел, казалось бы, человек, в общем-то, далек был от курорта, скажем так, но с первых дней мы поняли, очень широко эрудированный, целеустремленный, очень требовательный к себе, в первую очередь, потом уже и к нам, так что вот в первую очередь заслуга это нашего руководителя. Главное, чтобы помогал и вам, и другим санаториям, да, вернуть былую славу курортам. И у нас есть очередной звонок. Алло, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, все так хорошо, и теперь вечные заболевания, почему ничего не заводится кожного заболевания, вроде бы и нарганы, и брять, все это так эффективно лечится, а что-то вы за этим ничего не заводите. Спасибо. Насчет кожных заболеваний. Кожные заболевания лечите. Да, я очень извиняюсь, да, это я пропустила, великолепно лечит кожные заболевания наша минеральная вода. Зависимо от формы заболевания кожного, значит, идет при одной форме великолепно идет наша азоттермальная вода, другие заболевания, допустим, псориаз, да, великолепно лечит бромоиотная вода. Так что вопрос очень правильный, спасибо за вопрос. А вот, Галина, скажите, вот в прошлом году вы стали обладателем вашей санатории первой премии по вот лучшее учреждение курортно-санаторного типа, вот в Нальчике. А между тем, вот я сейчас знаю, что многие санатории в Нальчике сейчас очень хорошо и оборудованы, и предлагают очень широкий спектр. Вот как вам удалось взять эту пальму первенства? Я думаю, в первую очередь это все-таки заслуга коллектива всего, потому что вот люди, которые приезжают издалека, мы первые представители нашей республики, с кем они сталкиваются, вот согласитесь, Люда. Да, конечно. И поэтому это очень важно, как мы их примем. Да, такое и мнение будет у них о республике в целом. Да, так оно и происходит. Всегда отдыхающие отмечают, вот настолько тепло и гостеприимно мы их встречаем. Мне кажется, это имеет очень большое значение. А вот еще такой вопрос. Прошлый год был для вас вот урожайным. Вы, вот и не только в ваш санатории первое место, но вот вы приняли участие во всероссийском конкурсе. Женщина-руководитель года и заняли первое место по всей России. Ну, я думаю, что для хрупкой женщины это очень значимо. Вот такая победа на всероссийском уровне. А там вы чем взяли всю Россию? Ну, трудно сказать. Ну, смотрели многие показатели. Смотрели многие показатели за много лет. Ну, забрали, видимо, годы всей деятельности. И, учитывая вот это все, видимо, комиссия пришла к такому выводу, что можно мне что-то дать. Понятно. Ну, желаем вам дальнейших успехов. Спасибо. Вот мы говорили о конкурентоспособности, да, что вы можете противопоставить там курортам минеральных вод. Вот у всех сейчас вот везде, во всех санаториях хорошее оборудование, да. Кроме этого, чем вы отличаетесь? От тех же здравниц Нальчика или же по региону? Может быть, какие-то современные методы лечения, может быть, современные методики или какие-то нетрадиционные методики? Или просто все, что вы делаете на достаточно высоком профессиональном медицинском уровне? В чем же секрет все-таки конкурентоспособности? Вы знаете, не могу сказать, что у нас какие-то есть новые, модные, современные эти СПА, какие-то кабинеты, что-то. К сожалению, этого у нас пока нет. Вот. Видимо, уровень обслуживания вот это берет свое. Ну, это очень хорошо. Если есть такой профессиональный подход, и людям это нравится, зачем же уже отходить от того, что традиционно, уже наработанного? И у нас есть очередной звонок. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Я бы хотела задать вопрос. Во-первых, хочу поздравить наш курорт с тем, что он возрождается, мы счастливы. Очень много жителей республики выезжают лечиться в Ессен-Цюки, в Железноводск из-за воды. Понимаете? Вот сейчас я бы хотела услышать. Нам там говорят, что у вас, мальчики, такая же вода, как у нас, даже содержит йод. Я бы очень хотела, чтобы уважаемый главный врач, так, видимо, называется, извините, я, может быть, не права, вот, озвучил в эфире, что наш состав воды очень хорош, и надо нам акцент на воду делать, понимаете? А как вы правильно заметили, лечение одинаковое везде, во всех санаториях, мы в этом убедились, есть в этих городах. И второй вопрос, если можно, извините, что долго. Курсовочное лечение нельзя ли вам обновить? Спасибо вам большое, успехов вам в работе. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо. В отношении воды. Вообще наш курорт, Нальчик, он бальнеологический. Это значит, что лечение в основном, это водами идет. И совершенно права, вот наша жительница, которая задавала вопрос, вода у нас замечательная, никак не уступает ни воде в Железноводске, ни водам в Ессентуках. Состав настолько нужный и необходимый для человека, это имеется в виду и минеральная вода для наружного применения, то есть ванны и все другие виды этого, и плюс вода питьевая, потому что там такой широкий диапазон действия очень хорошо действует при заболеваниях желчевыводящих путей, при заболеваниях почек, великолепный эффект, мелкие камни, камушки, песок, все выводится, снимаются воспалительные процессы. Так что вопрос очень правильный. Вода у нас замечательная. И второй вопрос был. Так, второй вопрос о том, как жители, как вернуть жителей в вашу курсовку. А, курсовки, да, в отношении курсовок. В отношении курсовок мы как раз продумываем этот вопрос. Это удобно очень для жителей нашей республики. Вот будет, наступит теплое время года, мы хотим этим вопросом заняться. Чтобы было удобно для наших жителей. Особенно в период отпусков. Да, 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 конечно, и уже возвращаться домой, да. Хорошо. Скажите, Калина, а вот что касается, вот вы говорили, что вы езжаете за пределы, делитесь опытом со своими коллегами, вы говорили об этом. Часто бываете на симпозиумах, каких-то встречах. Вот что-то новое для себя после этих выездов вы привносите? Может быть, своим опытом делитесь с коллегами? Да, естественно. И действительно, нам есть что рассказать и нашим коллегам, и от них берем очень много. И вот что я еще хочу заметить. Мы обычно, вот когда, или один-два человека ездили от нас, от курорта. В прошлом году, что очень отрадно отразить, была очень большая делегация руководителей курорта во главе вот с нашим генеральным директором Владимиром Фуадовичем. Мы делали доклад, Владимир Фуадович рассказывал о курорте вообще. А у меня была тема, значит, реабилитация кардиологических больных после острова инфаркта миокарда и после операции, что очень актуально в наше время. И что хочу сказать, мы очень многое привозим из этих поездок. Нам демонстрируют достижения местных курортов. Иногда, знаете, сравнение далеко, честно говоря, не их пользу. Вот мы сравниваем, очень многие вещи у нас намного лучше. Ну, это радует, конечно. Желаем вам дальнейших успехов. Вот в течение всего эфира, Галина, вы не знали про это, но мы опрашивали наших зрителей. Задавали им такой вопрос. Вот что вам мешает поправить здоровье в санатории? Наверняка очень многие, кто-то никогда не отдыхал в санатории, да, кто-то очень давно не может себе позволить этого. А у кого-то какие-то другие объективные причины. Вот результаты опросов мне только что, редактор, который у нас сидит на телефоне, принесла мне, значит, мнение наших зрителей. Значит, из первых причин у нас цена, стоимость проживания. Вторая причина нет, вот через Министерство соцразвития, Минздравы, получение путевки, каких-то льгот. Вот такие и совершенно маленький процент зрителей тоже отвечает, что не хватает времени. Такое бывает. Да, наверное, вот мнение наших зрителей, если получится, если это возможно для вас, как-нибудь учесть в своей работе, потому что все-таки мы работаем для жителей этой республики, в первую очередь нашей родной Кабартино-Балкарии. Огромное спасибо вам за беседу, Галина. Мы рады, что вот курорты возрождаются, что такие санатории, как Маяк, они могут поддерживать конкурентоспособную среду и заявлять о республике на вот таком всероссийском уровне. Тем более, как правильно вы заметили, наши гости о том, что они получают, какое внимание получают они с вашей стороны, они в целом судят о республике. Успехов вам в вашей дальнейшей работе. Спасибо. Уважаемые телезрители, если раньше, в то же советское время, позволить себе отдых в санатории мог не каждый, то проблема нехватки средств сегодня, у многих она отсутствует. Есть проблема нехватки времени. Найдите время для отдыха, чтобы после лучше поработать. А иногда намного дешевле, эффективнее просто улыбнуться. Улыбайтесь, и у вас все получится. Берегите себя. До следующей встречи на телеканале «Россия» ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова